Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания. И снова здравствуйте! На ваших экранах книга «Жалобы» и я, Антон Александров. Каждую неделю мы рассказываем невыдуманные истории жизни простых горожан, и каждый раз мы не перестаем удивляться событиям, которые нас окружают. И начнем сегодня с истории из центра города. Непредсказуемый результат за отчаянный труд. Игровую зону решили отремонтировать перед домом Гоголя 51. Только вот уже время года не подходящее, говорят местные жители. Производить замену футбольного поля здесь начали поздней осенью. Старое ограждение демонтировали, деревья подрезали и теперь обустраивают новую игровую зону. За процессом практически ежедневно наблюдают местные жители. В итоге новое ограждение здесь уже успели установить, а вот обустраивать основание для искусственного газона приходится уже и в мороз, и на снег. Просто раскидали щебень, даже не утромбовали. Я вообще не представляю, как это все дальше на морозе будет клеиться. Да, сердце крови обливается при виде всего этого. Более 200 единиц техники задействованы в очистке дорог и тротуаров от снега. Коммунальщики чистят проезжую часть, подсыпают ее песко-соляной смесью и занимаются вывозом снега. В этом процессе также задействовано порядка 250 человек. В первую очередь рабочие убирают снег на магистральных дорогах и проезжую часть по маршрутам общественного транспорта. Пересменка у коммунальщиков происходит в период часы пик из-за предотвращения заторов. Именно в это время работы не идут, чтобы не мешать общественному и личному транспорту. Абонентскую плату хотят внедрить на всех платных участках дорог в Казахстане. Об этом объявил председатель комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития в ходе пресс-конференции в службе центральных коммуникаций. Сегодня на всех платных участках действуют тарифы 2013 года, говорит чиновник. Порядок оформления абонентской платы для проезда разместят на сайте Казавтожова. К слову, абонент можно будет оформить в том случае, если транспортное средство состоит на учете в населенных пунктах и поселках, прилегающих к платному участку дороги. Стоимость проезда будет зависеть от транспортного средства. Кстати, за время существования платных дорог в Казахстане с водителем удалось собрать порядка 25 миллиардов тенге. По словам чиновника, эти средства направляются на содержание дорожного полотна, а также системы взымания платы. Сегодня в республике функционирует 11 платных участков автодорог общей протяженностью более 2000 километров. 111 миллионов тенге штрафов удалось собрать за два года с организацией ответственных за качество дорог. Об этом стало известно в ходе выступления на брифинге в СЦК директора Национального центра качества дорожных активов. Только в этом году Национальный центр проверил качество 29 тысяч дорожных материалов. По итогам проверки выявлено, что 24% проверенных материалов некачественные. В основном некачественные материалы использовали на местных автодорогах. К слову, за последние два года был оштрафован 81 объект технического надзора, приостановленный в 56 аттестатов и 72 лицензии. Между тем, чиновники Комитета автомобильных дорог, Министерства индустрии и инфраструктурного развития стремятся достичь до конца года, чтобы нормам качества соответствовали 85% дорог местной сети. Вот этот показатель для республиканских трасс должен равняться 91%. Ну и теперь пришло время энергетиков. Компания «Караганды Жарык» в эту среду будет производить работы по поверке трансформаторов тока. В итоге 30 ноября без света днем проведут жители некоторых домов, расположенных на улице Арай, Ордак, Зелинского, Курильская, Сводная и Расчетная. Адреса домов, которые будут обесточены, сейчас представлены на ваших экранах. А вот в четверг, в первый день зимы, из-за плановых работ на сетях отключат днем электроснабжение нескольких домов на улице Зелинского, Металистов, Сапыбалдина, Муканово и проспекте строителей. Адреса домов сейчас представлены на ваших экранах. Работы по поверке трансформаторов тока энергетики будут проводить и в пятницу. Так, 2 декабря днем будут обесточены отдельные строения на улице Муканово, Сапыбалдина и Зелинского. Адреса домов, которых коснется отключения электроэнергии, сейчас вы видите на своих экранах. И на сегодня это все. Наша программа выходит в эфир каждый вторник, соответственно, в этот день и происходит публикация собранных материалов. Если вы готовы поведать о своих коммунальных наблюдениях, то смело фотографируйте их или снимайте на видео. И все это с описанием отправляйте в нашу редакцию посредством WhatsApp сообщений или в Telegram на номер 8700-150-5061. До встречи в следующий вторник. Жалобы, претензии, нарекания, жалобы, жалобы, плохие воспоминания.